Велодень 4 сезона Здравствуйте! Оксана, поздравляем вас с годовщиной! Ровно год исполняется вашему проекту. Расскажите, насколько он стал массовым, насколько много желающих велосипедистов теперь принимают участие в этом заезде и чего ожидать уже в эту субботу? Еще раз добрый день, меня зовут Оксана Цимбалова, я организатор Велодень 4 сезона, а также общественная организация Веловектор, которая делает Велодень 4 сезона. Ну, за это время мы набрались опыта раз, сколько мы не организовали разного рода мероприятий велосипедных. Велодень это все-таки такое именно наше и мы к нему очень серьезно отнеслись, поэтому я думаю, что люди заметили, которые с нами ездят, что мы стараемся для них сделать все возможное. Начиная от велопробега, то есть он у нас очень обезопасенный, комфортный, мы стараемся маршруты придумывать, чтобы они были комфортные для любого уровня пользования велосипедом. И также мы всегда делаем не только сам пробег, но обязательно финишную программу, которая, я считаю, является тоже важной частью любого велосипедного праздника. А за 4, за предыдущие 4 мы, конечно, разное видели, и снег, и дождь, и все что угодно, потому что мы ездили зимой, и осенью, и делали велопробегы. Мне кажется, что это очень такой интересный опыт, потому что нигде в мире такого нет. И я скажу, что мне понравилось все, что происходило, хотя вот на зимнем мы переносили 2 месяца велопробеги, потому что был сплошной гололед у нас этой зимой. И мы его уже думали, что мы проведем его в марте, но нам улыбнулась удача, и мы провели его такие еще зимой. Какие главные цели преследуете его? Самая главная цель – это то, что велосипед был видом транспорта, комфортным, безопасным. Мы хотим, чтобы велосипедисты, передвигаясь по городу, по велодорожкам, а у нас велоинфраструктура еще не развита. Вот уже начинаются там задатки тех же велодорожек, но хотим, чтобы оно продолжалось. То есть никакой остановки, только продолжение вперед. И тогда и велосипедисты будут более опытные, и правильно ездить по дороге, и нас уже будут замечать, видеть, уважать, понимать, что мы есть, и никуда мы не денемся. И также мы хотим, чтобы люди не только по своим дворам ездили, но и поезжали, в принципе, в город. Потому что город у нас красивый, есть что посмотреть, есть куда поехать. И хотим, чтобы люди ездили на работу, на велосипедах в том числе. Если есть такая возможность, то это намного лучше, чем та же машина или общественный транспорт. Спасибо большое. Мы еще обязательно коснемся темы велодорожек и взаимодействия с автомобилистами на дороге. И очень интересно, Юрий, расскажите про особенности велодень 4 сезона, который в субботу уже стартует. Какая будет программа, мероприятие, что ожидает на старте всех участников, на финише, как будет сам заезд происходить? Добрый день. Смотрите, на старте мы собираемся с 17.00. С 17.00 до 18.00 мы ждем, пока люди съедутся со всего города. Наши маршалы будут собирать по районам людей, сопровождать. Потому что с поселка, опять-таки, из-за отсутствия инфраструктуры, люди очень боятся сами ездить. Потому, ну, за это еще отдельно Женя скажет. На старте, помимо просто сбора, у нас знакомы наши СЭМПа, ребята. Алекс проведет инструктаж, полиция проведет инструктаж, как правильно передвигаться в колонии. И когда мы стартанем, нас ждет 25 километров маршрута. На финише мы приедем к морю. Одесса, лето, море, что еще можно придумать, как не около моря сфинишировать. И мы выбрали локацию «Летний Трумэн». Нас там будут ждать громкой музыкой, веселой компанией, песнями. Помимо этого будут и разные настольные игры, и на пляже будет чем заняться. Потому, на финише программа будет весьма интересной и обширной. Как вы ожидаете количество участников? В этот раз лето, погода подразумевает то, чтобы сесть на велосипед и... Ну, лето, погода, и люди очень хотят по городу проехаться. Мы думаем, что будет 1000+. Ну, насколько этот плюс будет большой, посмотрим в субботу. А какой рекорд до нынешнего заезда? Конкретно велодень? У нас? Или два, все? А в принципе, когда мы критическую массу собирали, у нас было около пяти. Но тогда было чуть-чуть по-другому все. Спасибо большое. Евгений, у вас такая почетная миссия, старший маршал этого заезда. Расскажите о том, какой будет маршрут, как будет частично ограничен проезд транспорта, как будет происходить регулирование вдоль всей трассы, чтобы все прошло безопасно и запомнилось высоким уровнем. Добрый день. Вот, как уже ребята сказали, Оксана и Юра, стартуем от самого Дюка в 18.00. Ну, для безопасности колонны в любом случае идет в начале колонны полицейская машина, экипаж полицейской. И в заключении колонны также будет экипаж полиции. Даже в конце колонны скорая помощь для того, чтобы вдруг, если кто-то упал, поранился, еще что-то, можно было что-то сделать. По самому маршруту, движение по маршруту осуществляется с маршалами. Ребята перекрывают перекрестки для того, чтобы колонна комфортно проехала полностью по маршруту. Также регулируем саму колонну. Слева от колонны идут ребята, которые, ну, как бы не дают выезжать людям на встречную полосу, и чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. Ну, чтобы подготовить так пешеходов и автомобилистов, каким будет маршрут все-таки? По каким улицам будут двигаться? Вот для пешеходов и автомобилистов, так конкретно назову основные улицы, от Дюка доезжаем до Думской площади, по Ланжероновской поднимаемся к оперному театру, дальше двигаемся по Решелевской. Далее цепляем такие улицы, как Большая, Малая Арнаутская, Канатная, проспект Шевченко, проспект Гагарина, Сигецкая, Большой Фонтан, Адмиральский проспект, Люздорская дорога, Дмитрия Донского, опять-таки назад будем возвращаться через Фонтанскую дорогу, опять-таки выезжая на проспект Шевченко, по Канатной, по Малая Арнаутская, на Белинского, и дальше уже в сторону Аллеи Славы, и дальше через Ланжероновскую арку на трассу здоровья. Спасибо большое. Я знаю, что в этот раз будет стиль заезда и дресс-код морской пин-ап. Расскажите подробнее, какие костюмы будут у участников? Я хочу сказать, что, во-первых, что такое стиль? Стиль – это желательно. То есть это не скажу, что это прямо обязательно дресс-код. То есть каждый человек может приехать, чем ему комфортно, чем ему удобно, пусть это спортивный будет стиль. То есть это рекомендация? Это рекомендация для фотографии. Потому что когда люди смотрят фотографии, то интереснее и стильнее, когда мы в каком-то определенном стиле едем. А так как это море и лето, мы финишируем на пляже, то морской пин-ап – это такой, знаете, легкий морской стиль где-то 60-х годов. То есть это юбочки, юбочки, шортики, гольфики, какие-то, может быть, украшения на голову. То есть мальчишки в тельняшках, шортах, джинсах – это то, что как бы ассоциируется у вас с морским таким легким стилем, пляжным, как это, ну такой круизный, да, можно так даже назвать. Поэтому когда мы будем еще и потом в Трумэне, это тоже будет эффектно смотреться на пляже, в самом заведении, как мы будем ехать, и фотограф будет это все фотографировать, и будет красиво. Я хочу еще рассказать про стиль самой колонны, который будет в этот раз. В этот раз, вот там мы написали, что такое френдли, да, велосипеды определенные. Я, мы уже поняли, и просят нас люди, которые ездят на особенных велосипедах, это такие, как вот чопперы, лаудрайдеры, и там круизеры, да, и кастомные велосипеды, которые самодельные, да, так называемые. Также спортивные, что им тяжело ездить со всей колонной вместе, потому что у них скорость, у них тяжелые велосипеды, их скорость у них ниже, и поэтому мы их просим выстраиваться впереди колонны за девочками-маршалами, это 4 сезона девушки, за девушками-маршалами выстраиваются девушки, возможно, это будут ситибайки, то есть какие-то, ну вот те же круизеры, да. Потом идут у нас спортсмены, которые девчонок охраняют, как я говорю, а потом идут вот те тяжелые велосипеды, которые ездят, они такую большую скорость набирают. У нас скорость в колонне в начале 15 км в час, а сзади колонны у нас уже 20-25 км в час, потому что когда колонна растягивается, то вперед двигается намного медленнее, чем зад. И поэтому, когда все собираются спереди, говорят, ну вы очень медленно едете, это неправильно. Едьте в середине колонны или сзади, и будет вам скорость намного больше. Поэтому мы рекомендуем тем людям, которые вот на такого вида велосипедах ездят, пусть собираются в середине, в начале колонны, мы их будем тоже охранять так своеобразно в коробочку, да, чтобы им было комфортно ехать, чтобы они не переживали за свои велосипеды. Юрий, вы сказали, что будет после заезда развлекательная программа на пляже. Расскажите, какие артисты будут выступать? Я знаю, что там группа Rebel Rocks планируется, да? Все правильно. Может быть, еще диджейки какие-нибудь? Я думаю, что Оксана ответит на этот вопрос, просто она общалась с руководством Трумэна, и я, к сожалению. Ну да, группа Rebel Rocks, и Катя, и Лида, это постоянные диджей Трумэна, они тоже на велосипедах будут с вами? Нет, они будут ждать нас. С нами будет ехать Юрий, который у нас как бы руководитель Трумэна, он будет с нами в колонии ехать. Он всегда говорит, у меня такой тяжелый велосипед, сделайте так, чтобы мне в нем было комфортно ездить. Я говорю, это не вопрос, есть впереди. Вот, мы с удовольствием ждем вас на финише. Я еще хотела сказать, что мы специально выкладываем в соцсеть наш маршрут, чтобы людям, которые, допустим, не могут 25 километров проехать, пожалуйста, вы можете подключаться к нам по всему маршруту. Или можно сократить путь. Ну правильно, я про это и говорю. Потому что, окей, не хотите ехать всю дорогу, едьте там 2 километра, вам будет тоже приятно, и будете точно так же заедете всей этой большой дружной компанией на пляже, будет красивое фото внизу, и будет всем интересно. То есть это не соревнование, а велотусовка? Конечно, это велозабег. Велозабег отличается от соревнований тем, что ты просто едешь в веселой, интересной компании по интересам. Возвращаясь к теме велодорожек, расскажите про ситуацию с ними, продвигается ли этот процесс в нашем городе, потому что в одно время так активно все включились, было очень много анонсов, и вот интересно, как продвигается этот? Продвигается. Это уже хорошо. Да, запущен процесс на Ольгиевской, уже строится велодорожка. Не скажу, что там не без изъянов, но спасибо большое людям, которые ее строят, они к нам прислушиваются. То есть мы постоянно собираемся с ними раз в неделю, раз в две недели, обговариваем определенные нюансы и строим. То есть нас слушают, это уже важно. Вот сейчас на данный момент еще кусок на долгой построили. Там, правда, не очень большой кусочек, но мы хотим, чтобы ее тоже дальше продлили. Хорошо сделали. То есть я вот живу на Таирово, я довольна, ну, самим качеством. Понятно, что пока не привыкли к автомобилистам. То есть они, ну, не всегда, но уже видят, уже понимают, уже понимают, что за это можно, как бы, ну, быть наказанным, если ты будешь ехать не там, где нужно. И еще вот такой вопрос. Бывают иногда конфликтные ситуации с велосипедистами возникают, когда выезжая из, скажем, из ворот, не установлены определенные зеркала, благодаря которым можно увидеть, что вдоль стены по тротуару едет велосипедист, и машина резко выезжая, она становится на пути у велосипедиста, вот как недавно была ситуация на Дмитрие Донского. Вот рассматриваются ли какие-то проекты и предложения в данном случае, чтобы, ну, для застройщиков сразу этот вопрос, ну, на будущее принимался во внимание? Мы делаем разные там проекты, которые связаны с благоустройством именно с точки зрения велосипедистов, но вы знаете, сколько, у нас на самом деле застройщики не все идут, ну, то есть государственные, вы знаете, что застройщики у нас есть и, ну, как бы, собственные, частные, да. Поэтому, если у нас будет все принято по ДБН, по, как это, по правилам, то тогда будет все хорошо, но у нас, к сожалению, это не принято по ДБН, по нормам. Поэтому мы сейчас добиваемся также каких-то корректив в самих нормах застройки тех же велодорожек и тех же, как вы говорите, теркал и всех остальных вещей. И вообще интересно, насколько стало ли меньше таких ДТП с участием велосипедистов, все-таки, когда об этом больше говорят, больше привлекают внимание, больше проводится вот таких заездов, как велодень, как критическая масса. То есть велосипедисты заявляют о себе. Снизилось ли количество вот конфликтов на дороге и стали ли больше уважать велосипедистов? Я считаю, что все перечисленные вами мероприятия и критическая масса, и велодень, и другие велозаезды, которые организованы, они делают большой вклад в тем, что культура, именно деление этого пространства между пешеходами, велосипедистами и автомобилистами становится намного, ну, коммуникация лучше налаживается. Да, понятно, что будут недовольны со всех сторон. Да, понятно, что одни, вторые, третьи не знают дорожных правил. И это, к сожалению, очень-очень плохо. Это общая проблема. Это общая проблема для всех. То есть тут я не могу сказать, что кто-то знает хуже или лучше. Все, честно говоря, не очень знают. Стало легче. Даже вот Сэмп, Алекс, сказал, что с участием, ДТП с участием велосипедиста вот на тот момент вообще, говорит, не было. И они намного снизили. Значит, что-то произошло. Может быть, мышление. Может быть, мышление водителей. То есть я думаю, что это обоюдно. То есть и уже и нас замечают, и мы по-другому себя ведем на дорогах. Я призываю также всегда, пользуйтесь средствами светом на велосипеде. Пользуйтесь средствами такими, как яркая одежда, светоотражатели, шлем. Это, во-первых, к вам совсем по-другому относятся автомобилисты. То есть если они видят, что человек уже едет в экипировке, они понимают, что этот велосипедист, он будет адекватен на дороге. Поэтому я призываю быть взаимовежливыми. Есть, Женя, еще какие-то нюансы по поводу? Ну, по поводу безопасности, в принципе, все правильно. Шлем, перчаточки, закрытая удобная обувь. Не дай бог, что ноги тоже можно повредить. По поводу одежды? Да, это также просто яркая одежда. Какая-то жилетка с отражателями, неважно. На руках, на ногах могут быть ленты, тоже которые отражают. Вы когда показываете поворот в ту или иную сторону, оно светом отбивает, вас видно уже. А вот зеркало на шлеме, не опасно ли оно, если упасть? По сути, оно... Не бывает торчит просто, и при падении может повредить... Это возможно, да, как бы. Но оно тем же самым и помогает. Человек видит сзади себя, что творится, и тем самым регулирует свое движение. Это индивидуально. Я, например, считаю, что оно, мне оно, например, мешает, и оно для меня, вот как выявится, я его боюсь больше, чем... Мне проще повернуть голову, чем с зеркалом ездить. Каждому свое. Присоединяемся к призыву быть взаимовежливыми для того, чтобы повысить взаимодействие велосипедистов, автомобилистов и пешеходов. И спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. У нас в гостях представители общественной организации «Велоректор» и соорганизаторы заезда «Велодень-4 сезона» Оксана Цымбалова. Спасибо большое. Юрий Голосюк, соорганизатор «Вела-4 сезона», а также старший маршал «Велодень-4 сезона» Евгений Ирингевич. Еще раз спасибо. Спасибо. Всех велолюбителей и велосипедистов приглашаем в эту субботу в 17.00 сбор возле памятника Дюку-Дуришелье, а в 18.00 старт уже пятого юбилейного заезда «Велодень-4 сезона». Вы смотрели программу «Студия-репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.